В социальных сетях активно обсуждается вопрос о том, что на водонасосной станции «Ромашка» и недавно установленному там новому оборудованию в результате военных учений причинен ущерб. За разъяснениями мы обратились в администрацию славянского городского поселения. Проехали с тяжелой техникой, КАМАЗами, БТРами и танками по существующей и вновь строящейся дрени. Они встали на берегу реки, образовали блокпост, выставили автоматчиков и никого не пускали в свое расположение. После того, как им были заданы вопросы, на каком основании вы здесь находитесь, внятных ответов мы не получили. Зафиксировали это все. Ну и вот ситуация в течение трех дней со скрипом, видимо, со стороны военных, но разрешилась. Сейчас по факту на месте бывшего лагеря отсутствует какая-либо растительность, она там была. Доступ к реке выглядит как хайвей. Порядка 7-8 единиц техники там присутствовало. Вчера мы фиксировали то, что до сих пор на берегу реки находится танк, замаскированный с охранением. Ну, фактически непосредственно подразделение снялось. Что они там делали, для чего они там появились, нам непонятно. Потому что заявленная зона учений, которая перед каждыми стрельбами заявляется, и где будут находиться военные, и куда запрещен доступ, было заявлено как полигон-клерк. Полигон-клерк находится от водонасосной станции, ну, наверное, порядка в двух-трех километрах. Мы подготовили обращение, сейчас находится на подписи у главы, но данных нет на основании чего они там присутствуют, документов нет. И, конечно, это вызывает большие вопросы. Понятно, что идут большие командные войсковые учения. Здесь никто не пытается ни оспаривать, ни подвергать сомнению надобности этих учений. Но когда военные появляются на территории, не санкционированной в рамках учений, здесь вызывают большие вопросы. Причем не просто территория, а именно стратегический гражданский объект, который питает водой и славянку, и все детские дошкольные учреждения, и школьные учреждения, и является действительно стратегическим.